здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня с утра ехал в машине и слушал серебряный дождь там до обсуждалась тема о том что аптеки повысили цены на вот эти маски там безумно совершенно и путин тут приложился сказал что надо лишать лицензии эти аптеки я в общем сказать согласен с дмитрием потапенко дело в том что смотрите аптека это коммерческая организация и у коммерческой организации есть какой-то запас этих масок и вдруг благодаря тем же средством массовой информации и шумихе повышается резко спрос на вот эти самые маски но у аптек запас стандартный абсолютно и никто им не заплатит за то что они будут на всякий случай иметь вот этих вот масок на случай шумихи вот этой вот или эпидемии значит запас 15 лет и чтобы они не просрочены были и при этом они должны продавать их бесплатно спрос раз рождать предложение если спрос вырастает в 100 раз предложение не увеличивается то соответственно будет увеличиваться цена и государство вместо того чтобы выступать там типа давайте отберем лицензии давайте по закрываем аптеки а действительно давайте по закрываем все аптеки нет вопросов или заставим их продавать раздавать маски бесплатно вот только не удивляйтесь тогда надписям что вот это вот масок нет, потому что это мы уже проходили. Я уже нахожусь в том возрасте, когда, наверное, не все помнят, что было в Советском Союзе. Так вот, в Советском Союзе было именно так. То есть цены регулировались абсолютно. Все для блага человека, все во имя человека. Это было, я помню, и я помню эти пустые полки в магазинах, потому что ничего нет. То есть цена низкая, пожалуйста. Колбаса стоит там руб 20, ну и что? Ее нет, потому что ее нет и не может быть, потому что дефицит тотальный был. Если вспомните, ну спросите у дедушек и у бабушек, ну или у меня, я вам точно могу сказать. А то, что выбрасывали, вот именно этим словом это называлось, выбрасывали, и заворачивали это в газету, вот селедка в газете, вот что я помню, понимаете? Вот вы этого хотите, когда возмущаетесь, тем, что цены вздули вот эти вот предприниматели. А вместо того, чтобы возмущаться, возьмите и встаньте в ряд с этими предпринимателями. Закупите где-то оптом эти самые маски и начинайте продавать их бесплатно возле метро. И посмотрим, значит, надолго ли вас хватит. И вы будете очень хорошим человеком. А государству я бы сказал так, что вместо того, чтобы отбирать лицензии, пожалуйста, наладьте нормальное снабжение вот этими самыми масками населения. И не надо делать из этого пиар, что вот мы сейчас запретим, потому что проклятые буржуины вздувают цену. А на самом деле, вот как правильно сказал Дмитрий Потапенко, это хреновая работа государства и чиновников. Вот что я могу сказать. Я с ним абсолютно полностью согласен. Если государство не способно обеспечить снабжение населения масками, то вот идите в зеркало, посмотрите, или убейтесь об стенку, или все, так сказать, составом в отставку. Просто меня возмущает вот этот вот пиар. И меня также возмущает пиар, как эвакуация людей наших, значит, сограждан из Ухани. Для этого транспортные самолеты, которые абсолютно не приспособлены, там ни туалета, ничего. Они летят, где-то дозаправляются. Куда их, значит, их, вы знаете, куда их эвакуировали, да, бедных сограждан, которые, в общем-то сказать, ну, имели глупость сказать, что они согласны эвакуироваться из страшной Ухани, потому что там жуткие условия. Так вот, лучше бы они остались там, я думаю, потому что в транспортном самолете лететь, я думаю, что там и температура та была, еще говорят, там нет туалета элементарно на борту. Потом их сюда привезли, где-то там держали, ну, разве что бесплатно, но их сюда привезли, и, если кто не понял, их поместили в карантин. То есть это, ну, я вам скажу так вот грубо, это тюрьма. Вот, карантин, это, значит, на 10 дней в одиночных камерах, чтобы, не дай бог, они никого не заразили. Собственно, вот так вот. А потом их отправят домой, ну, как-то вот, пинком под жопу. Вот такое государство предъявляет заботу. Но при этом, значит, пиар, все, Министерство обороны эвакуирует и заботится о жителях. Ну, напишите, что вы думаете по этому поводу. Вот, согласны вы со мной или нет, ну, о том, как можно заработать, ну, я рассказываю. Я, например, вот тоже встал на самом деле и попытался на этом заработать. Потому что вот вся эта шумиха по поводу коронавируса, она привела к сильным колебаниям на рынке, чем я не применил воспользоваться. Сейчас у меня опционные стратегии, и они, ну, во-первых, уже принесли мне какую-то прибыль, и я надеюсь, что еще принесут. Потому что сейчас потихонечку вот эта шумиха спадает. А меры для того, чтобы восстановить, ну, скажем, что цены на нефть, они предпринимаются сейчас вот буквально завтра, насколько я помню, собирается ОПЕК+, и будут решать, что же делать экстренно для того, чтобы восстановить цены на нефть. Кроме того, Трамп тоже кое-что делает для того, чтобы восстановить цены на нефть. У меня опционные стратегии сейчас вот как раз в том положении, когда нейтрально. Ну, сейчас она там, ну, в небольшом-небольшом совсем плюсе, но как только цена повысится, там, скажем, до 58, это буквально там на 2-3 доллара, что вполне реально до 25 февраля, то, в общем, сказать, я получу тысяч, ну, по моим оценкам, 200 рублей. Вот как бы надо не гундосить, а пользоваться случаем и зарабатывать деньги. А государству я бы советовал получше работать на самом деле. И элементарно ведь можно сбить эти цены, просто взять государству и начать раздавать там вот эти же маски. Буквально, так сказать, там полно найдется волонтеров, которые будут раздавать эти маски возле каждого метро, там, или бесплатно, или там за какие-то гроши. И все, вот проблема решена. И никто не будет в аптеке покупать маску за 100 рублей, когда ее можно купить возле метро за руб 50. Ну, ребята, вот и все, элементарно ведь. Ведь это же делается элементарно. Не запретами, а именно вот организацией производства или снабжения. Не показушной, а вот реальной. Просто покажите, что вот вы, так сказать, там распространили столько-то миллиардов масок, а для этого вы построили завод, который их начал производить. Ну, вот китайцы, например, пропиарились здорово на самом деле. За неделю построили больницу для лечения больных в Ухане. И они это сделали реально. Ну, это тоже пиар, конечно, что они могут. Это пиар их строительной индустрии, пиар их медицины. Но, блин, вот это надо у китайцев поучиться на самом деле. А не запретом. Запреты у китайцев тоже, кстати, все в порядке с запретами. Но что-то вот не все, может быть, работает. Но с экономикой, надо сказать, по темпам экономики за последние 20 лет посмотрите успехи у китайцев и у нас. Вот нехрена на зеркало пенять, коли рожа крива. Вот такие мысли. Ну, а насчет моей опционной стратегии я еще буду рассказывать. Да, кстати, сейчас уже я открыл запись на курс по опционам на сайте demetkov.ur.com. Вот там вот в подписи к видео, либо там, буквочка И будет. И уже немножечко понятна программа. Я об этом еще буду рассказывать. Но что я могу сказать. Люди очень активно записываются. И я планировал, в принципе, с начала марта начать этот курс. Боюсь, как бы не пришлось раньше начинать, потому что... Ну, просто там ведь ограниченное количество мест. И будет небольшой овербукинг, судя по всему. Ну, я уже цену, так сказать, немножечко повысил. С 15 февраля она будет 4 тысячи. Сейчас пока 2 тысячи. Для тех, кто не закончил курс биржи для чайников. Для тех, кто закончил, я на почту послал всем персональное предложение, 50%. Идентифицировать всех я могу элементарно. Я же вижу, кто оплатил за этот курс легально. Те, кто нелегально приобрел курс, пожалуйста, по полной стоимости. Вот. Цена будет повышаться. Ну, это к вопросу уже о другом. Ну, вот такие дела. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Вот. Согласны вы со мной или нет. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Лайк не забудьте поставить. Лайк не забудьте поставить.